Сегодня рассмотрим сборку шкафа купе. Первым делом собирается нижняя полка. Она же упорная, на нее ставятся ножки. Смотрите, ножки, пластиком к ним заглушки. Это нужно обрезать, и там плюс еще есть винты, которые потом регулируют положение по вертикали и горизонтали. Вот собираем боковые полки. В них тоже есть такие специальные крепления на винтах, которые потом отверткой закрепляются. То есть крепежный механизм такой. И чтобы упереть, то есть создать жесткость, крепятся полки. Тогда конструкция начнет более устойчиво. Вот как раз, видите, закрепляем эти стойки. Осталось сделать здесь вторую полку. Ну, везде по-разному, где две, где четыре полки. Вот удобно конферматик сперва ставить, на них положить полку. И вот, из-за того, что крепеж такой, можно вот подобрать прям под потолок. Верхнюю полку тоже вот так же само закрепляем. Теперь самое вот, ребята, сейчас вот самый такой момент, нужно заднюю стенку установить. Это ламинированное ДВП. Здесь важно, что она будет держать конструкцию. Здесь важно соблюсти, чтобы были прямые углы. И отметить вот середину нужно карандашом, чтобы потом, когда крепить гвоздями, не промазать. И чтобы вот нижняя полка хорошо стала, я подложил дощечки и выпрямил, чтобы она вот вровень с полкой была. Первая вот эта стенка самая важная. От нее все как бы и пойдет. И вот смотрите, видите, угольником контролирую, чтобы обязательно были прямые углы. Иначе шкаф перекосит. Как еще раз говорю, задняя стенка это основная, которая задает геометрию всему шкафу, чтобы не было перекосов. Она собирается, видите, из листов. И здесь вот такие переходные пластиковые пластины есть. Тоже вот отмечается середина. Не забывайте отмечать, иначе можете промазать и расколоть полку. Делайте линию, чтобы по центру, чтобы вы видели, куда гвоздиком нужно бить. Держу угол, а пока миссин, как говорится, забивает. Кстати, сейчас вот отмечаю, чтобы повесить, ну вот эти штанги, где вешалки будут вешаться, от задней стенки 25 сантиметров, я в данном случае брал, а от полки 7 сантиметров. Вот крепеж. В данный момент вот как раз вот эти ножки я регулирую, чтобы добиться положения, ну, горизонта, чтобы ровно стоял шкаф, выставляю уровень в горизонте, и тогда все будет нормально. Сейчас вот идет крепеж в верхней направляющей, под двери, в купе. Удобно закрепить струбцины, и тогда можно работать. Просверлю отверстие, а затем уже можно закрепить саморезами. Сейчас вот нижнюю направляющую 2 сантиметра от края, но не забудь, надо поставить упоры обязательно. Эти упоры контролируют, как будет становиться к краю дверь. Она должна примыкать, как говорится, под прямым углом, потому что некоторые ставят эту пластину, ну, то есть нижнюю направляющую забывать за упор, потом приходится снимать и снова их ставить. Тоже просверлил, закрепили. Ну, и вот распаковка двери. Вот самая нудная, конечно, работа, снять вот эту всю защитную пленку, но это нужно сделать, и удобнее, когда дверь еще не поставлена. То есть лежа снимаем. И вот момент такой еще, регулировка колесиков, то есть вверх-вниз. Это поможет, чтобы дверь не цепляла вниз. И опять же ее выравнивать по вертикали, по горизонтали. То есть если косо примыкает, то вот этим натяжением колесиков можно это регулировать. Вот такой вот момент. Это очень важно. Лежа решил показать, потому что так видно удобнее. Ну, и еще сбоку здесь есть уплотнительная лента такая. Дверь нужно ставить дальнюю. То есть одна ближе дверь, а одна дальше. Начинает всегда с дальней. Иначе если ближнюю поставите, потом дальнюю вы не сможете установить. Не хватит места. Вот я регулирую колесики. Вот он, колесико должно быть по центре. А оно, вот этот упор, он двигается в пазу. Главное подобрать, чтобы было полное примыкание. Уже это регулировано примыкает все плотно. Но вот единственное, что нужно подобрать, подвигать. Вот в данный момент двигаю туда-сюда, пока мне не получится такого отличного примыкания. Ну вот, в принципе и все. Осталось поставить вторую дверь и так же самое ее отрегулировать. Вот что у нас получилось. Как видите, все можно сделать. А на этом все. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.